Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как я подавалась на американскую визу, то есть на грин-карту. Бесплатный розыгрыш в лотерею, чтобы иметь возможность жить и работать в Соединённых Штатах Америки. О том, как подаваться на такую грин-карту, я узнала абсолютно случайно, ещё будучи в Лондоне, где-то в 2014 году. У меня тогда был друг из английской школы, который приехал из Палестины, и вот у него заканчивалась виза. И он понимал, что он не может остаться в Англии, но и в Палестину возвращаться не хотел, так как там была война. И он искал всякие возможности уехать в какие-то другие страны. И вот так вот мне рекомендовал тоже попробовать попытаться, так как у меня тоже тогда с визой были вопросы, проблемы, попытаться разыграть такую лотерею на американскую грин-карту. С тех пор я периодически, когда вспомню, отправляю анкету. Там ничего сложного, сейчас я вам покажу, как её заполнять абсолютно бесплатно. Просто надо сфотографироваться и заполнить свои данные. В Америке никогда не была, не знаю, но мне кажется, там очень много будет возможностей для меня, так как я интересуюсь технологиями, инновациями. И это просто клондайк для меня, но не знаю, как получится. В общем, сильно не претендую, но пытаюсь разыграть, чем чёрт не шутит. Если получу, честно, пока не знаю, поеду или нет. Как сложится вообще моя жизнь в России или, может быть, что-то получится с Англией. Поживём, посмотрим. А сейчас покажу, как заполнять такую анкету на случай, если кто-то тоже желает разыграть такую лотерею абсолютно бесплатно. Заходите на сайт. Правда, в этом году уже закрылась, я еле успела. Заходите на сайт, заполняйте анкету в следующем году и, возможно, вам повезёт. Итак, поехали. Итак, чтобы подать заявку на американскую грин-карту, попробовать разыграть эту лотерею, надо зайти в Department of State US, то есть Соединённых Штатов, по адресу dvprogram.state.gov. Ссылочку я прикреплю попозже в описании к этому ролику. Прочитать правила, инструкции, кто может подавать анкеты, как подавать анкету всей семьёй, как списывать детей, какая должна быть фотография и так далее. И также там написано, что на 2023 год, то есть мы сейчас в 2021 году подаём аж на 2023 год заявку в участии в розыгрыше лотереи грин-карта в Соединённые Штаты Америки. И эта заявка подаётся с 12 часов дня 6 октября до 12 часов дня 9 ноября. Ну, я всегда это всё откладываю. Вот сегодня 5 ноября решила податься. Никогда у меня ничего не получалось, но чем чёрт не шутит? Мало ли, вдруг повезёт. В принципе, почему не попробовать? Значит, про фотографию и как должна выглядеть фотография написано вот в этой ссылочке. Сейчас она откроется. Фотография должна быть на светлом фоне. Лицо должно быть чётко по центру. Немного тела. Так скажем, 3 четверти занимать фотография. Не должно быть никаких теней, и освещение должно быть хорошее, без очков. Size and position. Какой должен быть размер и какая позиция человека должна быть в кадре. Resolution, print size, equality. То есть, качество фотографии в квадратном формате. Вот так вот она должна выглядеть. Pose, expression. В общем, всё о том, что вы можете носить. Очки, платок в плане религиозных своих убеждений и так далее. Какой должен быть бэкграунд. В общем, всё. Со всем этим ознакомиться надо. И сделать соответствующую фотографию. Как я это делаю? Я это делаю у себя дома вот так. Вот у меня получилось. Такая фотография. Я её обрезаю в квадрат. Тут у меня есть пропорции квадрат. Это половина тела. Нам это не надо. Нам нужен только портрет. Сужаем. И вставляем портрет по центру. Вот как-то вот так. Нужно чуть-чуть. Вот так. Ну, немножечко корректировки в цвете. Сделаем чуть-чуть. Менее такую яркую. Ясность, чёткость. Не надо. Немножко такой расплывчатый момент. И сохранить. Дальше. Вот она у нас. Эта фотография получилась. Мы смотрим. 2003 на 2003. А нам надо размер. Размер должен быть. Digital Image Requirements. Значит, 240 килобайт написано. 1200 на 1200. Как мы это сделаем? У нас фотография. 2023. 680 килобайт. Мы попробуем изменить на... Изменить размер в пикселях. 600 на 600. Окей. Файл сохранить. Как? 1. Помните там. 148 килобайт. 600 на 600. А нам надо... 240 килобайт. Отлично. Попробуем вставить её сразу в анкету. Это самая основная часть, с которой я всегда мучаюсь. 1. Ну, а дальше заполняем анкету. Пишем фамилию, имя. Пол. Дату рождения. Ой. Дата рождения у американцев начинается с месяца. Потом идёт число. Дальше. Где вы? Город. Где вы родились? Я родилась в Тольятти. Не надо вписывать область и страну. Только название города, где вы родились. А теперь страна, где вы родились. И страна у нас... Раша. Дальше надо вставить название страны, которая имеет право подаваться на грин-карту. Опять же таки, в правилах было написано, что некоторые страны, национальностей которых уже много, типа Мексики, Китая, не могут подаваться в этом году, потому что их уже достаточно много приехало в Америку. И американцы закрыли розыгрыш грин-карты для нескольких стран. Но Россия в эту страну не входит. И тут написано, выберите или страну, или та страна, в которой вы родились. Я написала, да, это та страна, в которой я родилась. Я подаюсь из России. Поэтому заполняем дальше. Пункт 7. Это паспортные данные. Я их показывать, конечно, не буду. Но сейчас заполню и перейду дальше по ссылочкам уже к фотографии. Все очень просто. Только фамилию, имя, где родились, паспортные данные и там еще на пару вопросов ответить. Last name. Тут надо заполнить имя, фамилию, паспорт, номер, когда истекает паспорт и страну, где был выдан этот паспорт. У меня был выдан в Великобритании, но страна выдачи МИД России. Поэтому я заполняю, что это была Россия. Паспорт выдан учреждением Российской Федерации. То есть я его получала в посольстве. И дальше. Пункт B. Это для тех, кто не имеет на данный момент паспорта или вообще Эллен. Кстати, по поводу Эллен. Эллен это инопланетянин или без гражданства. Есть такие люди в Латвии, в Литве, которые не получили гражданство, потому что они были русскими. Но когда Латвия, Литва, Эстония стали Евросоюзом, некоторые граждане не смогли получить европаспорт и также не смогли получить российский паспорт. Честно, не знаю, по каким причинам, но это можно спрашивать у людей, которые называют себя Эллен. Эллен по-английски инопланетянин. Ну, а вообще, да, это такое официальное название для людей без какого-либо гражданства. И такие люди существуют, и я даже их встречала. Дальше заполняется мейлин-адрес, то есть домашний адрес, куда вам будет приходить почта, если вы вдруг выиграете грин-карту и там какие-то документы надо будет подписывать. Country where you live today это страна, где вы сейчас живете. У меня Россия. Phone number телефон написано optional, можно не заполнять email. И дальше спрашивают, какое у вас образование на сегодняшний день, чего вы достигли. у меня мастерс дегри. Дальше вот из your current marital status. Какой у вас статус, женатый, неженатый, сингл и так далее. Unmarried я пишу, потому что я не замужем. И количество детей 0. По детям читайте инструкцию, если вы хотите включить иждивенцев в данную заявку, в розыгрыш лотереи, там надо будет заполнить еще дополнительные какие-то документы. И дальше нажимаем continue. Написано you must provide middle name. То есть вы должны свое среднее имя сказать, но у меня такого нет. там Абу Абдурахманович какой-нибудь, Абу Али Мухаммед бла-бла. У меня такого нет, поэтому мы ставим no middle name. И дальше мы идем no children continue. Проверочка. Проверяем все, что мы написали. Телефон нет, Россия, email адрес, master's degree, unmarried no children. И дальше submit. Все. Подаемся. Все. Вот уже выдала мне то, что я подалась на green card. Номер вот этот вот надо будет вот этот вот confirmation номер надо будет мне записать и проверить уже 7 мая 2022 года. 7 мая откроется список тех, кто выиграл и до 30 сентября 2023 года этот список можно будет увидеть, просмотреть и оформлять грим карту. Вот так легко и просто подается бесплатно. Если вы сами заполняете анкету, это абсолютно бесплатно. Купили лотерею и сидите, ждете, играете. Повезет, не повезет, а там уж дальше можно решать, ехать туда, в Америку жить или нет. Как там будут складываться у меня события дома, здесь, в России, посмотрим, может быть, и уеду в Америку. Кто знает, что нас ждет в будущем. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok